У меня тоже много детей, у меня четверо детей, вся та же самая история, дети выросли уже, хочется чего-то там не за ними бегать, а чем-то другим заниматься, полезным делом. Я в разные общественные организации внедрялась и в разных проектах участвовала, и как-то меня занесло именно в стоны экологических проектов, и я в очень многие проекты, которые в Москве работают, приходила со своими какими-то желаниями, со своими компетенциями, в какой-то момент я поняла, что, ну, когда человек создает НКО, у него есть какие-то идеи, вот он их делает. И очень часто люди застревают в своих идеях, и со стороны, со стороны какую-то другую идею не принимают. А мне очень было не понятно, зачем вводить в сущности безнадобности, зачем нужно 10 таких организаций, 10 таких организаций, так, прошу прощать, 10 больных сроков, если сделают одно и то же. В какой-то момент я поняла, что нет, но со своими усталами, что мы в монастырь, не получается никак, и надо делать что-то свое. И года три назад мне уже люди начали говорить, тебе надо зарегистрировать свою некоммерческую организацию. Я говорю, да не надо мне, я хочу, вот у меня есть идея, вот я хочу. Нет, тебе надо. В общем, в конце концов я сдалась, зарегистрировалась, и вот тут, ну, в этой организации некоммерческого развития, вот, и у нас-то положили свой взгляд на экологические проекции. У нас не так много народа, ну, тут вот самые такие ключевые, скажем так, ключевые, да, ключевые люди, которые сейчас в этом проекте активнее всего работают. Потом, я думаю, что людей, на самом деле, гораздо больше, просто сейчас самые активные вот этот труд. Год пекологии это модно, я так вот, как в прошлом году попала в результате тренн, мне всегда хотелось каких-то системных действий, вот, не знаю, почему, может, потому что я в АЧ по образованию, да, или, может быть, там, почему-то еще. То есть, вот, мне не нравится, там, какая-то, одна раз-два раз, вот, она прошла, все, все забыли и разбежались, там, убрали мусор, а его потом снова не дали. Или, там, не знаю, собрали, ну, сырья, там, здесь 100 килограмм макулатуры, да, а потом акция закончилась, и, там, и человек тысяч килограмм макулатуры завтра затянул в полную, ну, потому что акции больше нет. Тут какая-то такая история, которую мне хочется, которую мне хочется развивать. А когда мы обращались к бизнесу какому-то, и до сих пор обращаемся, то я очень начала понимать, что вот все такие бизнес-истори, связанные с экологическими проектами в Москве, они такие зачастую работают, ну, полулегально. Может, это не очень красиво звучит, но вот когда ты начинаешь, вот, какую-то систему пытаться выстраивать, а с койно-то не понадобится по этому поводу, а как, получается, что люди, где-то законом, ну, честно, где-то законом ходят, где-то вообще в ней рамок правоугольный, несмотря на то, что они делают хорошее дело. Вот тут я, вот, сто процентов. Люди делают хорошее дело, но просто вот есть такие вещи, которые они пытаются как-то обойтись, нет, тоже как-то, ну, не по себе, не подраться как-то, но не по себе. Может, это моя какая-то проблема. Вот. Тем не менее, мы хотим этот проект делать, экологический проект сделать немножко по-другому. Для того, чтобы те, кто сегодня знали, как это может быть больше возможностей. Вот это вот хэштег «НЕМУСОР», я его все время использую в соцсетях, и основная идея всех наших проектов, она вот на моей спиной написана, то есть не нужно ничего, нет. Музык придумали люди. Причем музык, в широком смысле слова, это не только, там, не знаю, манкулаторы, пластиковые бутылки, которые так бывают в океане. Это еще и люди, которые по какой-то причине оказались ненужными или выкинутыми в соцсетях. Это очень перекликается с тем, что делают больничные клоуны, когда есть детки, которые лежат дома, и про них никто ничего не знает. И они для общества, они как бы не существуют, да, и общество не хочет про них знать. Это и история, и про них. И это история про людей бездомных, про которых тоже, да, так, люди как-то не хотят ничего знать, и не очень хотят с этим соприкасаться, и это тоже очень грозно. Потому что это тоже люди, тоже наши, наверное, наши соседи, такие же, такие же, может быть, добрые, как у Кристин. Вот, соответственно, что-то мы должны вот в этом направлении делать. Чего мы делаем? Вот это вот три наших проекта, которые... Организация родилась год назад. То есть мы совсем такая молодая организация, когда люди говорят нам 5 лет, нам 10 лет, я всегда так, вау. Сама по себе организация состоялась год назад. Мы зарегистрировались, все как полагается. И сейчас у нас три проекта. Это Экатариум, это проект, который подлежал своим грантом Русал. Грант крошечный. Но этот проект был про то, что делается про БОНа. Условия были такими, что мы должны что-то делать для некоммерческих организаций про БОНа. И мы придумали такую историю, что очень часто некоммерческие организации проводят какие-то мероприятия. Причем это не обязательно экологическая организация. Это может быть любая организация. Там, не знаю, вот, Теплица, там еще кто-то. Они проводят организацию, у них там что-то образуется, такое вот, какое-то вторичное сырье. И мы готовы это вторичное сырье забирать, отправлять его на переработку. Даже если его очень немного. Вот это вот мы в парке на празднике, например, ставили сетки для пластика. Вот, около 40 мероприятий нам удалось за год опучить, самых разных. И, в общем, больше 35 тонн вторичного сырья. Ну, потому что были какие-то крупные мероприятия, с которых сразу БОНа несколько машин вывозил. А были какие-то мелкие, с которых там три мешка вывозили. Всего пластикового бутылка. Тем не менее, тоже такой вклад в экологию. Ну, и здесь вот наши партнеры. Сюда же мы за, как бы, в этот проект еще школу включили. То есть, мы посчитали, что если школа проводит мероприятие, обращается к нам, с тем, чтобы мы организовали там вот такой вот разделный сбор расходов, или провели акцию по сбору каких-то экологических там, актор-сырья, то мы эту школу тоже отказывать не будем, потому что, ну, они тоже как бы некоммерческая структура, пусть и государство. Вот, ну, вот это вот разные фотографии. Ну, опять же, вот мы, как это, пропагандируем системный подход, вот, сверху, вот, это, в общем, системная история. В Нахабино мы уже остановили на постоянной основе пункта отбедового сбора, организовывали сборка сырья на марафоне вместе с удовлетворительным фондом «Пища жизни». Мы вот в школах проводили экологические праздники, там, в этой школе тоже стоит персетка для пластиковых контейнеров, где мы в одном из двух московских офисов и вообще Российского народного фронта, мы сделали эко-офис, так как они тоже теперь собирают пластик отдельно. Они вообще очень такие, они, например, рассказали о пластиковых стаканах, о бумажных стаканах, купили стеклянные стаканы, они теперь на мероприятиях, они ставят стеклянные стаканы, у них там, что с удовольствием есть в кухне, они смотрят, вот такая вот даже история произошла, на что еще, чему мы были очень рады. То есть вот тоже произошло некое системное изменение после того, как мы на этом что-то делаем. Я участвую как волонтер по раздельному сбору, опять же, в Кубке Конфидерации, вот этому на жеребьевке Премле, то есть там тоже был раздельный сбор, и на чемпионате мира, который будет летом, тоже был раздельный сбор. Летом, конечно, не главная организация, но тем не менее... Ну, это вот я у Кристины организую раздельный сбор на празднике соседей с этим добрыми соседями. Вот, это вот второй проект, который мы сейчас активно раскручиваем. Это, думаю, что вы такие проекты знаете, в контейнере для сбора одежды. Мы начали собирать нужную одежду вместе с макулатурой. Мы как-то вот взяли и запустили два года назад проект, когда мы взяли и собрали среди школы зарпадного округа макулатуру и ненужную одежду. Вот, и это получилось так для меня фантастично, потому что одна школа, например, на 6,5 тонн собрала. Я заказала газель, у меня эта газель не успевала вывозить в макулатуру из школ, просто потому что в газелье было где-то с половиной тонн, и, знаете, все. А сколько лишь из школы и то? То есть целый день только в одну школу. Вот, а это проект про то, что мы хотим такие контейнеры поставить в шагу и доступности для каждого жителя. В Лондоне примерно 900 таких контейнеров стоит, размер Лондона меньше, чем Москвы. И у нас где-то по городу должно быть полторы тысячи таких контейнеров. Те организации, которые этим занимаются, у них немножко другая бизнес-модель может быть в этом во всем. Мне хочется это сделать более масштабным проектом, нежели те три проекта, которые сейчас в Москве имеют. Вот, ну мы уже эту одежду собираем, у нас уже есть подопечные, это дом предлали длиной, индустрируется сработка домов для людей, которые остаются без жилья. Люди там живут, люди там получают и дом получают работу, помогают установить документы. То есть это не такая история, когда просто накормили там людей раз в неделю и уехали. Это такая история с продолжением. У нас фонд Аврора, они занимают помощь у женщинам заключённым, бывшим заключённым, у них тоже сложности. Это социально неодобряемая категория людей, потому что очень хорошо помогать котикам, пёсикам, больным детям, это всё такое мимимишное. Но, например, женщина, которая попала в тюрьму, даже на два года, с тремя высшими образованиями, найти работу фактически невозможно. А у них у большинства есть дети. И вот эти люди тоже не должны быть мусором в нашем обществе, потому что, в противном случае, мы их толкаем обратно вернуться туда, откуда они вернулись. У нас есть в подопечных птиц-неврологический диспансер. Опять же, это те люди, которыми не очень любят заниматься. Это взрослые люди с ментальными разными нарушениями. Обеспечения у них практически никакого нет. Там у нас были истории, когда одевали молодого человека, который на волшебном обуви в тапочках ходил в ноябре месяце. Потому что он просто не приходит. Вот. Вот фотографии с нашими мишками. И этот проект, который я буду реализовывать в этом году, этот проект поддержал фонд президентских грантов. Я на него получила грант, несмотря на то, что моя организация буквально только началась. Это то, чем мы уже занимались. Я показывала, что мы организуем в ТСЖ. Раздельный сбор отходов. Потому что на этом ТСЖ может заработать. Снизить потенциал для своих жителей. Может на этом экономику и так далее. Вот. Ну, да. Это то, что уже делали сейчас. Вот эту, по-моему, кладушку. Которую мы собираем. Вот. Ну и там, как помочь. Два слова. Можно нам рассказать. Можно стать нашим активистом. Можно найти место для установки контейнеров. Или, например, в ТСЖ уговорить. Встретиться с нами. И мы расскажем, как можно организовать раздельные дела. Поддельно взятые в дворе. Поддельно взятые в управляющей компании. Как это сделать законно. Со всеми делами. Еще на этом деле. Зарабатывать внутри двора. И делать хорошее дело для этого. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ